Рукописи не горят, считает булгаковский герой, но исчезают, показывает харьковский опыт. В библиотеке университета Крайзена хранится письмо, подписанное Наполеоном. Его ксерокопия есть и в институте Бакариуса, главном экспертном учреждении Харькова. Но там документ выдают за рукопись юного Пушкина. Куда делся оригинал письма Пушкина, экспертизу которого, по словам сотрудников института, проводили в 1978 году, не может сказать никто из сотрудников института. Но что наверняка известно, так это то, что антиквариат – самая твердая валюта в мире, постоянно растущая в цене. Это письмо, подписанное Наполеоном Бонапартом, которое хранится в библиотеке университета Крайзена. Сам документ написал, скорее всего, секретарь императора, но заверил его точно Наполеон. Это в 1978 году доказала эксперт института имени Бакариуса Валентина Грузкова. Материалы этого дела и копию письма с автографом Грузкова хранит до сих пор. Наше письмо – почерк не Наполеона, а подпись его, бесспорно. А вот еще одна копия этого же письма. Этот экземпляр хранится в институте Бакариуса, но числится уже как письмо Пушкина. На пояснительной записке так и написано – фотокопия письма А.С. Пушкина 1810 года. Именно как проба пера юного поэта, письмо заинтересовало Александра Зенухова, харьковского писателя, который 15 лет изучает белые пятна в биографии великого поэта. Александр Зенухов написал о своей находке в книге о Пушкине «Медовый месяц императора». Не доверять сотрудникам института оснований не было. В 1978 году неизвестный пока мужчина принес им письмо. И когда они его сдали на экспертизу, сделали экспертизу, оказалось, что это письмо Александра Сергеевича Пушкина. И датируется 1810 года, в мае месяце. Достали мне серенькую папочку обычную, стандартную, на которой наклеена бумажечка, что это дело, такой-то шифр, такой-то, вот такой-то год письмо Пушкина. Через некоторое время писателю Зенухову попался номер газеты «Объективно» со статьей о Каразинском автографе Наполеона и его фотографии. В этой подписи Александр узнал подпись своего Пушкина. Чтобы развеять сомнения, Зенухов решил лично взглянуть на оригинал, который хранится в библиотеке университета имени Каразина, но там, по его словам, встречаться с ним не хотят. Сотрудники института Бакариуса не смогли ответить, кто принес рукопись Пушкина на экспертизу, кто устанавливал ее подлинность и куда делся оригинал. Александр Зенухов готов признать, что документ подписал Наполеон, но тогда оригинал пушкинского письма, по его мнению, может считаться пропавшим навсегда. Опыт исчезновения рукописей в Харьковской области уже есть. В начале 30-х годов Изюмский музей вдруг, неизвестно почему, передает эти все рукописи Пушкина. Там были Пушкин, Рылеев, другие известные лица. Все эти огромные, 90, по-моему, единиц хранения, они передают в Харьковский музей имени Сковороды. Все, с тех пор эти рукописи исчезли. Никто их никогда не видел. Вопрос. Как могли ученые и эксперты перепутать автограф поэтов с фоксимиля императора? И тот, и другой подписей оставили предостаточно. Письма Александра Пушкина в 1978 году в институте не было, утверждает Валентина Грузкова. Зато до сих пор хранится папка из-под этого письма, на которой стоит и дата экспертизы 1978 года, и шифр, и подтверждение исторической ценности документа. А стоят пушкинские рукописи недешево. Последний найденный рукописный фрагмент поэмы Руслан и Людмила был продан на аукционе в Германии за 80 тысяч долларов. Инна Маслина, Игорь Лукашов, Илья Ильченко, Медиагруппа, Объектив.